МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала Регион-12, информационная программа 12 новостей Республики. В студии Дарья Разинова. Здравствуйте. Развитие местного самоуправления в МРИЭЛ получит дополнительный импульс. Реализация социальных программ и развитие региона в целом стали основной темой расширенного собрания Совета муниципальных образований Республики МРИЭЛ. Помимо руководителей муниципалитетов, в нем приняли участие представители федеральных министерств и ведомств. В частности, речь шла о развитии так называемого муниципально-частного партнерства, решении жилищно-коммунальных проблем на уровне муниципалитетов, социально-экономическом развитии территории, а также о финансовом обеспечении местного самоуправления. Многие рекомендации и предложения в будущем могут стать основой для новых законопроектов в сфере местного самоуправления в России. Так, например, в МРИЭЛ, в числе немногих российских регионов, где активно реализуется программа поддержки местных инициатив, в том числе за счет средств республиканского бюджета. В лидерах МРИЭЛ и по другим, не менее важным показателям. Один из главнейших показателей, который подчеркивает эффективность, если хотите сказать, профессионализм в части финансового менеджмента, в части администрирования бюджетных расходов, это показатель государственного и муниципального долга. Я подчеркиваю, что муниципальный долг органов местного самоуправления, которые здесь присутствуют, один из самых низких в Российской Федерации. Поэтому большие слова благодарности за такую ответственную, эффективную политику, которая проводится на муниципальном уровне. Конечно, очень надеемся, что какие-то поправки будут предусмотрены в бюджетной политике, для того, чтобы муниципалитет любого уровня, не только городского округа, или городского поселения советские, но и сельские поселения, могли не просто выживать, а могли развиваться и могли, создавая благоприятные условия, сохранять тот контингент населения, который готов жить на селе и поднимать собственную экономику. А сразу после заседания Совета муниципальных образований заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис лично проверил, как в Вишкороле реализуется программа переселения из аварийного жилого фонда и капремонта в Вишкороле и окрестностях города. Мест больше, а очередь меньше. Мариа в числе регионов России, где эффективнее всего решается проблема обеспеченности местами в детских садах. Напомню, что в прошлом году у республики было введено дополнительно более 1600 мест в детских садах, что позволило полностью выполнить майский указ Владимира Путина относительно обеспечения детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных учреждениях. В этом году в регионе продолжится строительство новых садиков и открытие новых групп. Это стандартное, иначе говоря, типовое здание детского сада. Изначально дошкольное учреждение «Золотой колосок» в Вишкороле было рассчитано на 12 групп, которые могли вместить 325 детей. Однако демографический бум внес свои коррективы. Пристрой, заброшенный в 90-е годы, по плану это должен был быть бассейн, в этом году приобрел новый вид и главное предназначение. Теперь это 4 новые современные группы. 100 малышей пришли впервые сюда в феврале этого года. Места дополнительные, оптимизация универсальная. Сразу провели быстрородительское собрание, пригласили все детей, пригласили родителей, объяснили им ситуацию. У большинства родителей документы уже были в порядке, все было готово, и поэтому мы быстро в течение месяца приняли основную массу детей. Каждое место в детском саду сегодня буквально на вес золота. Но этих самых мест с каждым годом в Морел становится больше. Буквально за последние 2-3 года в регионе было построено с нуля и открыто 8 новых детских садов. В Сенькине, Шелангере, Виловатове, Приволжском, Шейбулаке, Казмодемьянске, Медведеве, Советском и Вьешкарале. Открывались и дополнительные группы за счет эффективного использования помещений. По подсчетам регионального Минобарнауки показатели хорошие. К концу только этого года в республике долгожданными путевками будут обеспечены около 10 тысяч малышей. Усилия республики оценили на всероссийском уровне. Росстат включил Морел в топ-30 по обеспеченности детей дошкольными учреждениями, где республика заняла стабильное 17 место. В этом году мы сами продолжаем. И у нас тоже будут открыты дополнительные места в детские сады. Причем это будет открыто именно в тех муниципалитетах, в которых еще остается проблема с очередностью. Это Ишкарала, Космодемьянск, Волжск, Медведевский район, Медведевский район. Это районы, в которых население побольше и, естественно, нужна необходимость в детских садах. В этом году очередь в детские сады Ишкаралы уменьшится в том числе за счет ввода в эксплуатацию нового детского сада в районе 9 микрорайона. Современное дошкольное учреждение на 320 мест практически готово к работе. Завершен внутренний ремонт, обустройство групп, здание подключено к системе пожароохранной сигнализации. Осталось дело за малым – благоустроить прилегающую территорию. Комплектация детей произошла. Все дети получили путевки, уже зарегистрировались в детском саду. А насчет педагогических работников. На данный момент часть из них работает, а вторая часть ждет, когда детский сад откроется. Программа «Модернизация дошкольного образования» работает в Морел эффективно. На ее реализацию ежегодно поступают средства из консолидированного бюджета. Средства, конечно, не маленькие, но, как прогнозируют экономисты, это будет куда дешевле, чем полностью реконструировать устаревшие деревянные здания районных детсадов. Планируя строительство таких целевых социальных проектов, правительство республики прекрасно понимает, что все затраты окупятся сполна. Ведь это инвестиции в будущее поколения, а значит и в будущее нашего региона. Какими производствами и товарами может гордиться республика? Об этом узнаем менее чем через месяц. 28 апреля в Вишкороле состоится региональный этап ежегодного конкурса «100 лучших товаров России». Но до 27 апреля предприятия и организации республики могут подать заявку на участие в конкурсе. Около 30 представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Всего более 50 видов продукции и услуг. Самая многочисленная номинация – продовольственные товары. Региональный этап «100 лучших товаров России» в этом году, как и в прошлом, должен стать большой выставочной площадкой для местных производителей. Участвовать могут все. И это один из немногих видов, когда можно заявиться со своей продукцией, со своей фирмой, получить бренд узнаваемости не только в республике, но и выйти на российский уровень, после прохождения российского уровня и на экономическое пространство таможенного союза. То есть это Казахстан, Беларусь, уже Армения подсоединилась к этим вещам. Сейчас Киргизия и Таджикистан рассматриваются вопросы. То есть страны таможенного союза в принципе расширяются. Номинаций будет шесть. Это продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, изделия народных и художественных промыслов, услуги для населения и услуги производственно-технического назначения. Подробнее об условиях участия в конкурсе, а также о списке необходимых документов можно узнать на сайте Марийского центра стандартизации и метрологии. В этом году, чтобы поддержать производителей, организаторы снизили размер регистрационного взноса для участников. А для тех, кто планирует представить изделия народных и художественных промыслов, участие в региональном этапе «Столучших товаров России» и вовсе бесплатно. Предприятия или небольшие фирмы, имеющие 5-6 работников, они тоже активно участвуют в этом конкурсе. «Столучших товаров России» – это бренд достаточно давний, он узнаваем. И даже вот проводя опросы среди населения, первое, на что обращает покупатель внимание, это вот на этикетку «Столучших товаров России» – ага, уже доверие сразу повышается. Ну, дальше пошли сроки годности, прочее. Но если есть бренд «Столучших товаров России», значит, это товар качественный. В прошлом году на федеральном уровне «Республику Мариэл» представляли с десяток местных производителей. Все они на слуху у потребителей. Организаторы выставки – это региональные профильные министерства – надеются, что в этом году их будет еще больше. Кстати, логотип «Столучших товаров России» в случае победы на федеральном уровне предприятие может размещать на своей продукции в течение двух лет. На следующей неделе Ишкар-Ала станет центром культурной и общественной жизни народа Мари. 14 апреля в Старице Республики начнется 10-й Всемарийский съезд. В съезде примут участие более 500 человек. Это гости и делегаты из 17 российских регионов с компактным проживанием морийцев. Прибудут и делегаты из ближнего зарубежья, из Эстонии и Украины. Среди тем, которые будут обсуждаться на предстоящем съезде – морийский язык и семейное воспитание, молодежь, культура и информационное пространство, а также перспективы развития морийского национального движения. Морийская общественность, президиум Мерканаж и члены оргкомитета убедились в том, что у нас на сегодняшний день готовы и места проживания, места проведения работы. Одним словом, все вопросы и содержания, и организационные вопросы решены. Мы готовы принять очередной съезд и мы надеемся, что он пройдет на высоком организационном уровне. 10-й Всемарийский съезд продлится три дня с 14 по 16 апреля. Самым важным станет день второй, когда отчет о работе представит председатель Всемарийского совета, а ныжа также пройдет выборы нового лидера этого общественного национального объединения. В конце мы проведем официальный прием всем нашим гостям, которые приехали в Яшкаралу. А среди делегатов порядка 75 делегатов, которые к нам приедут издалека. 10-й Всемарийский съезд станет одним из этапов по подготовке к празднованию столетия морийской автономии. Напомним, Всемарийский съезд – это самая массовая встреча представителей народа Мари, которая проходит раз в четыре года. С 16 по 25 апреля продлится в МРИЛ сезон весенней охоты. Прием заявлений на выдачу разрешения идет в Министерстве лесного и охотничьего хозяйства. В леса готовятся выйти не только охотники, но и их четвероногие помощники. Хладнокровие, быстрая реакция, хорошее зрение и добыча у тебя в кармане. Охотник – это не просто увлечение, а образ жизни. Иван Куклин в этом деле уже 40 лет. С молодости ходит в лес только с охотничьими собаками. Их у него четыре. Я живу в поселке. У нас нет ограниченности площади, местности. Есть хороший вольер, есть охотничьи угодья. Выезжаем в охотничьи угодья, делаем нагонку. Правильное питание, хорошая физика. Ну и учеба от хороших рабочих собак. На республиканской выставке приняло участие более 160 собак из шести регионов России. 16 разных пород – лайки, гончьи, испаниели, фокстерьеры, таксы и другие. В этом году, отмечают организаторы, охотников особо интересуют гончьи. Они главные помощники в охоте на зайцев. Критерии оценки собак – родословная, опыт полевых испытаний, наличие достойного потомства, ход, шерсть и даже зубы. У каждого конкурсанта, например, обязательно должен быть правильный прикус. Собаки смотрятся, от каких родителей происхождение, какие рабочие дипломы имеют, тоже плюсуются все баллами, сколько классных потомков у него имеется, сколько получается универсальных, если разновидные дипломы все, например, лось, кабан, барсук, медведи, другие виды. Это все как универсальность, самый высокий – это первый диплом, дается по три балла еще дополнительно каждому. И все это складывается, и получается комплексная оценка собаки. Республиканская выставка охотничьих собак в Мариел проходит уже восьмой раз. Каждый год на базе футбольной площадки Дворца молодежи демонстрируют 170 лучших охотничьих собак региона. Между тем, весенний сезон охоты, по данным Министерства лесного и охотничьего хозяйства республики, начнется с 16-го и продлится до 25-го апреля. В Мариел обжились редкие для нашего региона птицы. Это орланы-белохвосты и лебеди-шипуны. Орлан-белохвост – этот вид птиц занесен в Красную книгу. Всего в России их насчитывается около 2,5 тысяч. 20 партий переобитают и в нашей республике. Птицы славятся не только своей верностью, но и способом гнездования. Большое многолетнее гнездо орлан строят обычно на дереве. И весит оно несколько килограммов. По словам орнитологов, то, что орланы облюбовали наш регион, говорит о том, что республика не только экологически чистый регион, но и отличается большим числом сильных многолетних деревьев, способных выдержать вес гнезда. Также в Мариел замечена еще одна редкая порода птиц, которая входит в Красную книгу России. Это лебедь-шипун. Данные птицы являются моногамны. И выбирая во взрослом состоянии себе пару, они проживают вместе уже до протяжения всей жизни. Очень привязаны к своему месту гнездования, то есть к своему дому. Эти птицы обитают только в экологически благоприятных районах. И там, где минимальное соседство с человеком, эти птицы очень осторожны. И, значит, есть у нас такие места, где могут еще эти птицы построить свои гнезда, вырастить потомство свое. Это говорит о том, что наша республика еще экологически благоприятна и сохраняется на протяжении длительного времени. Напомню, что в Мриел обитает более 200 видов животных, занесенных в Красную книгу. 50 из них – это редкие виды птиц. Завтра в Вишкороле поднимутся в небо белые голуби. 7 апреля в православном мире отмечают большой праздник – Благовещение. Древнюю традицию запускать белых голубей в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в нашей республике возобновили чуть более 20 лет назад. В последние годы в столице Мриел это происходит возле строящегося Благовещенского собора. Завтра после Божественной Литургии состоится молебен и крестный ход к Благовещенскому собору. Именно здесь и выпустят в небо белых голубей в честь праздника, который знаменует начало евангельской истории, когда святой Архангел Гавриил был послан Богом в город Назарет к Пресвятой Деве Марии с радостной вестью, что Господь избрал ее быть Матерью Спасителя Мира. Информационная программа «12. Новости республики» на телеканале «Регион-12» продолжается. Выпуски Мриел ТВ теперь смотрите в утреннем эфире в 6.30. В студии была Дарья Разинова. До свидания. Дарья Разинова Дарья Разинова Мариел ТВ отландо это шапагатам шарнагта Мо кушта кунам рубрика Ах ты вот незадача-то какая, а! Второе колесо за эту неделю, видимо, придется менять Конечно, сама я этого не сделаю, придется сесть в шинный центр Заодно и посмотрим, как работают сотрудники этих центров Настоящая мужская работа Женщин в шиномонтажных мастерских лично я не встречала ни разу Еще бы, труд в прямом смысле грязный и физически сложный Хотя, если присмотреться, то в этой суровой мужской работе Можно найти и элементы творчества, и возможность постоянно учиться Ведь технологии ремонта шин совершенствуются Например, этот агрегат исправляет геометрию литого диска Сначала диск закрепляют на станке Он начинает вращаться, и специальный штырек, похожий на иглу для проигрывателя пластинок Показывает человеку даже самые незаметные искажения и повреждения Есть здесь и свой пистолет, заряжают его, правда, не пулями, а вот такими ремонтными шипами Для того, чтобы починить и восстановить шипованные шины Давите чуть-чуть, ага, мы держим Все? Не с первого раза, но получилось мой первый шип Заработок рабочих зависит от сезона Естественно, осень и весна, когда приходит время менять шины зимних на летние или наоборот Для них горячая пора Ну и, конечно, как не устают шутить наши автолюбители Чем хуже дороги, тем богаче автомастерские Ну что ж, если с колесами для легкового автомобиля мы более или менее разобрались То как быть вот с таким вот размером? Такое колесо на дороге просто так не поменяешь Для этого нужны специальные приспособления Как управляться с колесами размера XXL? Не так-то просто Например, колесо от фуры может весить от 20 до 100 килограммов Хотя технология ремонта резины у колес разного диаметра схожая Сначала шину нужно снять с диска Вручную сделать это довольно проблематично Повреждение может быть и незаметным А иногда гвоздь, камень или даже кусок арматуры видно и невооруженным глазом Технология ремонта будет зависеть от характера и места повреждения Колесо устанавливают на борторасширитель Застрявшие камни выколачивают А разрыв чистят и готовят к ремонту Один из методов – холодная вулканизация Металлокордовый пластырь, по сути, заплатка Сделан из того же материала, что и сама шина Впоследствии он станет с ней одним целым Пластырь нагревают и приклеивают к очищенной и подготовленной поверхности шины Метод горячей вулканизации для более сложных случаев Полностью в поврежденной шине заполняют резиной Потом накладывают все тот же пластырь Только стыковка происходит при температуре от 150 до 500 градусов по Цельсию Нагревается поверхность при помощи вот таких мешков После такого ремонта шина точно будет как новенькая Как хорошо есть люди, которые всегда готовы прийти на помощь Колесо мне починили, новое покупать не пришлось Но вам я желаю счастливого пути и чистых дорог Приобрести или отремонтировать шины Как для легкового, так и для грузового автомобиля Вы можете в шинном центре Нокиан Бывший центр Максис Сменилось название, но качество ремонта осталось на высоте Также здесь авторизированный центр по замене масла Тоталь Все подробности по телефону в Южкороле 312 900 Сегодня в рубрике «Переходя на личности» Мы посмотрим на городские памятники с нового ракурса Так сказать, сквозь призму времени И составим свой культурно-архитектурный маршрут Вооружаемся фотоаппаратом Ну что ж, заглянем в лицо истории Если вы пришли сюда просто прогуляться без экскурсовода Осмотр памятников займет не более 10 минут Вы не успеете соскучиться, устать Но и узнать тоже ничего не сможете Поэтому, как правильно звучат всем известные строки У природы нет плохой погоды В легкий моросящий дождь Мы решили пройтись по улицам Южкоролы Чтобы представить своего рода видеоэнциклопедию А начать мы решили с современного центра Южкоролы Патриаршая площади Левобережье мало как шаги По сути находка для туристов Здесь установлено сразу 4 памятника 3,5 метра в высоту С постаментом вес 2 тонны Памятник патриарху Алексию II в августе 2010 года Стал первым в череде установленных бронзовых скульптур на площади Которая названа патриаршей в его честь 8 лет именно Алексей II возглавлял русскую православную церковь Вплоть до 2008 года Именно по его благословению в 1993-м Была образована Южкоролинская и Марийская епархия Пара шагов в сторону Здесь же на набережной Мы видим памятник княжеской семье Святым Петру и Февронии Супруги – реальные исторические персоны Жившие в 13 веке Легенда гласит Он – князь, наследник Муромский Она – крестьянка Ради своей любви Петр отказался от княжения Хотя потом бояре сами попросили его супругу вернуться в родной дом Тем самым Петр и Феврония Явили собой пример семейного согласия И самопожертвования ради любви Идем дальше По нашему пешему маршруту Скульптура Елизаветы Петровни Кстати, к удивлению многих, не случайно По инициативе этой императрицы В 18 веке в Царево-Кокшайске Была возведена первая школа для новокрещенских детей Шла массовая христианизация народа В центре города начали строить первые храмы Еще один штрих в живописном пейзаже набережной Скульптура самой знаменитой и звездной четыре столетия В основе сюжетной линии этой композиции Свадьба Грейс Келли, великая актриса и принца Монако Ренье Третьего Именно во время правления этого семейного союза Небольшое королевство стремительно развивается Это подъем экономики, промышленности и культуры Знаменит своими героями и бульвар Чиваина Именно здесь установлены памятники самым известным деятелям Марийского края В 1972 году на бульваре установили первый памятник известный, наверное, каждому ешкаролинцу Сергею Чивайну, поэту-драматургу, основоположнику марийской литературы Своё первое поэтическое произведение он написал в 17 лет За 32 года творческой жизни более 300 произведений Кстати, Чивайн — это творческий псевдоним Настоящая фамилия поэта — Григорьев Спустя 10 лет в 1982-м на бульваре установили вторую скульптуру Основоположнику марийской профессиональной музыки Ивану Ключникову-Палантаю За свою жизнь, пережив две революции и гражданскую войну Он создал в краю первый любительский хор Уже в 2012-м бронзовая фигура высотой в 5,5 метров Установлена драматургу-журналисту, автору бестселлеров марийской литературы Аркадию Крупникову 18 его романов издавались в Мариел в общей сложности 16 раз Около полутора миллионов экземпляров Суммарный тираж книг почти вдвое больше населения республики Перейдя реку по пешеходному мосту, мы попадаем в итальянский парк Погружающий всех его посетителей в эпоху 15 века В центре памятник одному из самых крупнейших меценатов в мировой истории Лоренцо Медичи Он жил в 15 веке, был главой Флорентийской республики Известный государственный деятель, поэт, покровитель наук и искусств Именно Лоренцо Медичи в свое время поддержал таких художников, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Сандро Боттичелли Медичи собрал большую коллекцию книг, ставшей впоследствии библиотекой При нем Флоренция стала крупнейшим центром эпохи Возрождения Это, конечно, не все памятники, которые установлены в Ешкар-Оле Еще один пеший культурно-архитектурный маршрут мы проложим в следующий раз На этом наш экскурс заканчивается Увидимся на телеканале «Регион-12» Регион-12» Редактор субтитров А.Семкин